Как-то, ну правда, совершенно не случайно, ну давайте попробуем. Ручик-то, ну, ты бы получился. Так. Как вас зовут, помните? Что? Где я? Это что такое? Не волнуйтесь, вы в полной безопасности. Чему такой сует? Это допрос? Или что? Вы знаете, как вас зовут и кто вы такой? Я? Что за вопрос? А вы, вы кто? Что? Вы узгин Владимир Васильевич, 1970 года рождения, журналист. Допустим, и что? Вы помните, какой сейчас год? Год? Сейчас 2020. Тимоте, вопрос. Что происходит? Где отсчет в Азгире? Успокойтесь. Мы полагаем, что вы потеряли память. Это проверка, насколько вы все помните. Вы помните Казанвык? Что-то знакомое. Нет, не помню. Это село на границе буферной зоны. Вы отправились туда корреспондентом. Вы же журналист. Простите, не припомню. А что, собственно, случилось? Кто сейчас президент? Президент? Президент чего? Центр Сибири или... То есть не помните? Смутно. Послушайте, вы задаете эти вопросы, а мне что-нибудь ответить? Что я тут делаю и почему? Вы не волнуйтесь. Мы хотим вам помочь. Помочь все вспомнить. Что это значит? Будете лечить? И сколько меня здесь продержат? Не совсем. Вы подключили вас к аппарату, который поможет вам. Вспомнить все? Не совсем. Вы переживете все заново. Вся информация о том, что с вами было, осталась в вашем мозге. Аппарат позволяет воздействовать на ваш мозг и вытаскивать все, что вы когда-либо видели и переживали. Вы переживете все заново, и так вам удастся все вспомнить. И зачем вам... Стало мне помогать, и я что-то натворил, или... Считайте, что это пока просто эксперимент. Ну так что, вы согласны на это? Даже не знаю, но... А что потом? Меня отпустят? Конечно. Вы здесь только для того, чтобы мы вам помогли. Ладно. Выбора у меня особо, я так понимаю, нет. Валяйте. Подключайте к этой вашей штуке. Ты старый болван. Ты знаешь о том, что ты старый болван? Что, стрелять захотелось? Включай, пацан, давай подписывай. Обычно полковникам полагается быть плосыми и толстыми, но Марчик-то не такой. Такой же маленький, худой и кудрявый, как тогда, когда мы играли с ним еще за школьную баскетбольную команду. А ты все такой же, Марчик. Что? Служишь комендантом в зонном комиссариате, а все такое же. Кстати, мальчик, чего вроде вы все в камуфляжном уседаете? Здесь же не война. Чего? Камуфляж гладить не надо. А ты, как был пижонской занудой и узгим, так и не остался? Ну давай, подписывай. Подписывай мою анкету. Так. Несовершеннолетних детей не имеем, образования имеем, воинской специальности не имеем, ознакомлен, ознакомлен. Очень так, старик. Только вольнягой без права ношения оружия. Это почему же? Я ведь могу контрактникам, наконец, вольнягском ограничении по возрасту нет. А медкомиссию я прошел. Ты не медкомиссию прошел, а справку раздобыл. Я не спрашиваю, как ты ее выключила у наших медпчеток. Пойдешь вольнягой на общем довольстве. Туда и обратно. Понял? Туда и обратно. Я понял. Почему я контрактником быть не могу? Потому что если тебя с контрактной книжкой поймают, то никто не посмотрит, что там написано. Полковник длинно расчеркнулся в анкете в двух местах. Последний раз спрашиваю. Володя, зачем тебе это надо? Вернусь, отвечу. И последний, старик. Если что с тобой случится, старик голову отрубит. Так что не подведи человека и меня не подведи. Ладно. Между прочим, полковник, каким-то у нас командиром по прессе заделался. Поставили его и заделался. Дуй домой и собирайся. Рот из Андреевского лагеря пойдет сразу на тракт. Я подберу ту мост через Пышму завтра в 14. А как же я туда доберусь? Как хочешь. Пропуски, предписания получишь во втором отделе. Это в конце коридора. Пожрать с собой чего-нибудь возьми. Вертного не бери. Понял, да? Я Володь, Геродос. Иди. Я вышел из здания бывшей городской мэрии. В ней теперь располагается военный комиссариат. Нормой под металлический шлагбаум блокпоста. Двинулся налево. Обошел по газону застывшую на тракторе БМП. Трава газона мокрая и холодная. Я поздновато же я собрался воевать. Боевые машины пехоты стоят по углам площади. Только белые с синими буквами по бортам. С-4. Сибирин форсес макихтаг. Сибирские силы ООН. Звучит смешно и лепо. Не правда ли? Так же смешно смотрится зенитная установка с радаром возле памятника Ленина. Даже если с юго-востока залетит старый маджахедовский МИГ-29, зенит кого понет в него сквозь голову вождя. Холодный ветер. Холодный ветер рвет над белым домом российский. Триколор и белый флаг ООН вспомнил. Сегодня понедельник. Можно потолкаться у кассы и получить талон на 7 дней. Синие талоны с белой полосой. По ним ООНовские служащие отовариваются в спецмагазинах на углу советской водопроводной, где раньше был пассаж ближайший из них. Талоны хорошо меняются на рубли на каждом перекрестке. Частенько делал я такой чейндж. А что в спецмагазинах вкусная и дорогая, а в русских суровая и дешевая. Да хотя хрень с ним, с талонами. За ночь много не съешь и с собой не возьмешь. И хочу с собой воды и пару бутербродов. Что там сказал мальчик? На общее удовольствие. Вот завтра и заживу. Только вскоре вам беда. Привод не буду. Не будет так брошу. Хочу домой. Маленькая квадратная комната. Ну что, не так уж и страшно, правда? Как вы себя чувствуете? Немного странно. Попробуйте описать. Это как, вот я здесь и вот я там. Теперь вы что-нибудь вспомнили? Да, наверное. Расскажите, что вспомнили. Мысль поехать в военную командировку пришла еще в июне. Но я долго делился, долго пил в компаниях водка, летошло. Только когда узнал о мальчике, что он в комендатуре, все решилось. Пусть и не сразу, но решилось. И как только подал заявку, я перестал тусоваться и болтать. Отмечался каждый день на работе. Отдел по связи с общественностью гражданской миссии ООН? Да. Я рассказываю вообще-то... Хорошо, хорошо, простите. И после работы я прятался от всех дома, чтобы не сглазили. Или чтобы сам не передумал и не струсил. Так, а почему вам захотелось поехать? Почему туда? Надоело пить. Захотелось почувствовать жизнь. Для этого поехали на войну? Там разве была война? То есть дальше вы не вспомнили? Тогда продолжим. В стёганом красном пуховике жарко. Сижу, расстегнувшись на рваной автомобильной покрышке. В кювете у переправы через Пышму. Как по заказу утром включилась бабья лето. Без ветра и облаков. Жёлтая трава уже хрустит под ногами. И как всегда это бывает. Смотришь, смотришь, и всё. Нет и нет. Отвлечёшься на минуту, поднимешь голову. И вот оно. БМПшка. За ней 469-й УАЗик. За ним старые колёсные броники. По кличке Горобы. 10 штук. Потом 2 бортовых Урала. И замыкающая БМПшка с российским флагом на гибкой антенне. Из УАЗика вышел военный. Направился к сержанту. Я тоже двинулся к сержанту. Но был остановлен. Вот, чёрт, ладно. Постоим. Вояки что-то бормочут друг к другу. Время от времени тычут кулаками с оттопыренными большими пальцами. Куда-то за спину каждый себя. Затем военный из колонны хлопнул сержанта по плечу. Быстро подошёл ко мне. Документы давайте. Пожалуйста. Вот это да. Так я вас знаю, Владимир Васильевич. А я вас нет. Ну мне же никто не объяснил. Сказали просто, заберёшь корреспондента. Как интересно. Елагин Алексей. Мой отец работал с вами на телевидении. Помните? Естественно, помню. Здравствуйте, товарищ штаб. Ой, здравствуйте, конечно. Извините, что это я так... Ладно, ладно. Куда прикажете? За мной, пожалуйста. Поедете со мной. Направляемся по лазику. По машинам! Вы обедали? Перекусил. В новой Зенке есть лагерь, там поедим горячего. А, собственно, почему не держим гарнизон в самом машине? Меняли бы людей на блокпостах оттуда. Зачем гонять туда-сюда полутыщи километров? Да раньше так и было. Стояла там отдельная усиленная рота. Но только люди из нее уходили в партизан. В открытую. А командир роты требовал пополнения. Потом за это под трибунал попал. Вышел рядовым и сам же влез. После этого остатки личного состава перебросили в областной центр. Вот с тех пор и развозим солдат по блокпостам из Тюмени. Так, с блокпоста тоже можно влезть к партизанам, нет? С блокпостов не уходят. Там если ушел, то соседа подставил. Да, кстати, все хочу спросить. Откуда сведения, что солдаты бегут к партизанам? Может, они просто дезертируют, нет? Есть и такие, конечно. Таких мало. Очень мало. Откуда знаете? Да знаем, знаем. Наверное, не знать, а командир? За дорогой следите, и фрейтор. Алексей, а ваш роту принимал участие в летних боях? Конечно. Это правда, что тогда из-за сражения решили партизаны с грандрометами? Это чепуха собачья. Ну, были смертники, никто не отрицает. Встанет из травы и ахнет метров с десяти. Танков штуки три, наверное, сожги за все время. Почему так мало? Да дураки. Кумулятивных почти не было, так они осколочными, блин. А толку-то? Одно геройство. Храбрые были ребята. Ну и толку что храбрые? Уже если ты храбрый, бери взрывчатку и под танк, как с Лисаренко. Старый, нет? Ну, лет за тридцать или около того. А что? Да нет, 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 нет. Это фамилия знакомая. Духовские танки остановили не партизаны, а эспоровская авиация. Бомбами с лазерным наведением. Такая, как даст ему сверху башню. Он так подпрыгнет и как в облаке сразу таком. Потом оттуда огонь и башня летит. Вот техника, блин. Один налет и всех перекокли кедрюни матери. А мы там месяц-пять здесь ничего сделать не могли. А что ты сделаешь? Три пушки на три километра по фронту. И те без снарядов. Да были же снаряды, были. Какого хера они в первый же день весь боекомплект с дистанцией в два километра расхерачили? Обздели просто. Обздели поспоспо... Покойно, воропая. Почему эспоровцы вмешались? Они же не вмешиваются обычно. Там тоже не сплошные, короче. Поняли, наверное, что надо останавливать. Ага. А то как же амекаршки алюминий вывозить будут, если в духе дорогу возьмут? Не гони. Американцы свой алюминий из Красноярска через Владивосток вывозят. Тут Европа вмешалась. Да, хорошо, что вмешалась. Люба, дорого было смотреть. Вот так и разрушилась очередная красивая сказка. Народ в Тюмени по-прежнему верит, что это наши мальчики спасли город летом. А вы для какой газеты писать будете все? Для... на страже. Солдаты ждут на площадке в центре лагеря. И по команде местного майора уселись на землю. Кто как? Подошел майор и представился Козырнов. Блин, чуть не сделал то же самое. Сдержался, слава богу. Сейчас насмешил людей. Товарищи бойцы, сейчас перед вами выступит известный журналист, обозреватель, ведущий телевидение Владимир Лузгин. Ваши родители наверняка должны хорошо помнить этого человека по его передаче. Итак. Есть такой анекдот. Идет тетка по базару, смотрит мужик кепки, мозги продает и ценник смотрит. Мозги военных, рубль килограмм. Мозги эсфоровцев, 10 рублей килограмм. Мозги журналистов, 100 рублей килограмм. Тетка спрашивает. Почему мозги журналистов такие дорогие? Что, такие хорошие? Дура ты старая, говорит ей мужик. Ты знаешь, сколько этих самых журналистов нужно забить, чтобы хоть бы один килограмм набрать? Бесконечная пауза, секунды две-три, не меньше и... Все хохочет воропаев. Вообще-то свою профессию я люблю и променяю ее ни на какую другую. Давайте я вопросов не боюсь. В толпе сидеть выросло. А след за ней солдатик с типичным, ушасто-скуласным лицом. Считает ли вы сегодняшнюю Россию действительно независимым государством? И как по-вашему это, ну... Как дальше развиваться события будут? Опа, вот это вопрос. Ну, командир, умеют ваши люди вопросы задавать. Это не мой. Отставить храмов. Солдатик тут же растворился в поле одинаковых договоров. Нет, почему? Я отвечу. Хотя, конечно, ваш вопрос, товарищ солдат, имеет лицевую сторону. И употребим это понятие изнанку. Начнем с лицевой. Все мы знаем, что страна сохранила все признаки независимого государства, при том, что ее территория разделена на три зоны международной коллективной ответственности. Горячие точки контролируются войсками ООН. Владельцами сырьевых и перерабатывающих компаний стали иностранцы. И так нынче не только у нас, так и во всем мире. Японцы давно уже ступили пол-Америки. Только там никто не бунтует. Там не захватывают предприятия штурмом. И не палят, как у нас из окон по ОМОНовцам. Так есть ли разница? Разницы нет, если платят зарплату. Что же касается национальной гордости великороссов, то как бы это... Ну вот встали вы утром, пошли чистить сутки и Брикса, а из горячего крана течет только холодная вода. И вот в этот момент вам лучше или хуже от того, входит ли Крым в состав России или нет. Зато другое дело, сколько денег нам заплатят за Пурины. Говорят, уже подсчитали, и получается, что полагается по 5 тысяч долларов на каждого. Это же страшные банки по нынешней временам. В всей стране можно год не работать и вообще. Государство сейчас превращается в виртуальное понятие за пределами зоны обитания конкретного человека. Но я все же скажу так. У каждого в душе своя страна. Большая или маленькая. Вы ее защищаете. У каждого своя семья. Большая или маленькая. Баба, мама, брат, сестра. И пока вы их защищаете, они живы все. И большие, и маленькие. Вот что главное. С остальным наступит время и разберемся. Хорошая речь, Владимир Васильевич. Да, пустой. Если бы не ваша штука, я бы никогда ее больше не вспомнил. В этом и смысл экспериментов. В общем, дальше был Ишим. В Ишим мы прибыли к ночи. Перед городом наша колонна простояла на краю перепаханного поля. Воропаев за время, пока солдаты с мешками и ведрами бродили по полю и собирали утеревшую картошку, успел слетать куда-то на бортовом Урале. Как только вернулся, солдатами ввели сбор и построение. Мешки и ведра покидали грузовиков и колонна. Двинулась в город. Солдат накормили и развели на ночлег по казармам. Командный состав ужинал в отдельной столовой, выпивали. Потом Елагин отправил меня спать, хотя спать совсем не хотелось. Это вы уже хорошо помните? Наверное. Просто запомнилось. Почему-то это, но я так и не уснул. Ко мне пришел Воропаев. Лежу на пружинной кровати в маленькой комнате. Дверь без стука отворилась и... Я смотрю, вы не спите, Васильич? Как насчет граммульки перед сном? Да ладно. Всегда за. Подъем перенесли на час. В темноте все равно не пойдем. Пусть хоть пацаны высплутся нормально. Это ничего, что я вас на ты называю? Валяй. За вас, Васильич. За нас, Корик, за нас.